А на кой чёрт мне это надо? Убивать себя. Что это даст? Ничего? Ведь, ведь нет ни рая, ни ада. По крайней мере, я в это не верю. Так куда я стремлюсь? Кому? К Ле? А где она? Ле? Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Меморис на ВДА. И не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий. Минимум из пяти хороших слов подписаться на все мои соцсети на случай блокировки ютубчика. Блокировки это может не помочь, но вы подпишитесь, будет неплохо. Ну и погнали, ссылки в описании. Я ещё вернусь, сладенький, и жди тут, никуда не уходи. Ой, прости. Она дико улыбнулась мне и вышла из палаты. Твою мать! Только и подумал я. Убейте меня, иначе они меня доконают. Прошептал я и упал на подушку. Будто ты с ней уставал. Поднимался, то есть. Сон не желал возвращаться. Мешали стрекучущие за окном птицы. И вошедшие в голову поток мыслей Алии. Смотрев в белый потолок, я понимал, что сейчас меня вырвет от этого цвета. Но держался. Инвалиду в психушке. Класс, лучше и не придумать. Никогда бы не подумал, что я попаду в такую жопу. В голове начали появляться гнусные мысли в отношении самого себя. Перемешку с мыслями Алии, они разрывали меня на куски. Но я не мог реагировать. Я и не хотел реагировать. Если бы в моих силах было просто лечь и умереть, я бы так и сделал. Но я не могу. Если подумать, то смерть была самым правильным вариантом в данной ситуации. Ведь... Это не честно. Неправильно. Я закрыл её собой в надежде спасти. Но выжил я. А она и мой ребёнок умерли. Этого не должно было случиться. Почему я? Почему я должен терпеть это? Не хочу! Я не буду! Сбросив себя с кровати, я подполз к окну. Взобравшись при помощи батареи на подоконник, я разбил стекло и взял в руки самый длинный осколок. Я иду. Жди, любимая! Взявшись двумя руками за осколок, я поднял голову, чтобы невзначайне ударить себя в подбородок. Но я не мог вонзить стекло в горло. Руки тряслись, паника начинала пожирать меня. Покатились слёзы. Я сидел и ревел, сжимая в руках стекло, несмотря на чистое небо. Я... Я не смогу без тебя. Я... Чья-то рука схватила меня за шеворот и бросила на пол. Больно приложившись с затылком, я перевернулся и поднял взгляд на того, кто посмел помешать мне. Ты что делаешь? Оставь меня. Уйди! А что иначе? Что будет, если я не уйду? Заколешь меня? Укусишь за ногу? Что? Дай мне спокойно умереть. За сто баксов я уйду. У меня нет денег, дура. Я в дурдоме! Тогда беда. Не умрёшь, значит. Я не мог разглядеть лица. Я пополз к кровати, взобрался на неё и сел. Уставился на мерзавку. Ты кто вообще? Смерть. Ага, смерть! Вот что, смерть! Убей меня! Оправдай своё имя! Гони сто баксов и убью. Я тебе уже сказал. Тогда не судьба. Кстати, как тебя звать? Какое тебе дело до моего... Какое тебе дело до моего имени? Ты знаешь... Моё. Следуя манерам, ты должен сам представиться. Василий. Что же, Василий, рада знакомству. Она подошла к окну и, собрав все осколки, выкинула их наружу. К моему удивлению, ей удалось даже снять остатки стекла с рама, которая постигла участь осколков. Я тяжело вз... Выдохнул. За пропуск завтрака врачи ставят минус в досье новичков, так что советую катить на всех парах, если хочешь выбраться отсюда пораньше. Ведь чем больше минусов, тем больше дней ты будешь гнить здесь. Сказала она и вышла из палаты. В столовой можно урвать вилку или ещё чего. Разбить стакан в конце концов. Распарать глотку и сдохнуть. Подумал я и забрался в кресло, но в ту же секунду понял. А на кой чёрт мне это надо? Убивать себя. Что это даст? Ничего. Ведь... Ведь нет ни рая, ни ада. По крайней мере, я в это не верю. Так куда я стремлюсь? К кому? К Ле? А где она? Ле? Ну и толку от жизни нет. Разве что. Просто забыть обо всём этом со временем. И жить так, словно ничего не произошло. Нет. Я так не могу. Я не готов отказаться от любви к ней. Но... Хотела бы она этого. Если бы я умер, а она осталась жива. Я уверен. Я искренне хотел бы, чтобы она была жива. Или же... Или же я испытал бы обиду. Захотел бы, чтобы она отправилась следом за мной. Нет. Нет, 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 нет. Я бы хотел, чтобы она продолжила жить. В голову ударила боль. Чуть не повалив меня, скатал кинопол. Что это? Чёрт! Все эти мысли! Противоречия! Эй, ты как? Меня потрясли за плечо. Ты? Я же попросил. Если будешь пропускать обед, врачи за тебя возьмутся. Так что советую поспешить. Да плевать. Оставь меня и всё. С удовольствием, малыш, но я тоже в этой палате сплю. Дерьмо. Я с этой шизанутой в одной палате? Мысли, а так можно что ли? Ну, типа разделения на мужские-женские. И я усмехнулся. Что же. Теперь мысли о суициде не кажутся мне отвратными. Даже наоборот. Она схватила меня за ручки-коляски и покатила прочь с палаты. Эй, пусти я! А ты встань и останови, бээээээ! Чертовка! Дай только дотянусь до тебя! Она смеясь покатила меня на бешеной скорости по коридору. Со скрипом завернув в дверной проём, мы оказались в столовой. Вот она, райская гуща! Она подкатила меня к столу и сама села напротив, уставившись на меня. Я глядел место приема пищи. Прикованные цепочками к столу ножки, пластмассовые тарелки и стаканы. Несмотря на такие изыски в посуде, еда выглядела довольно аппетитно. Я поковырял рисовую кашу ложкой, после чего подчерпнул немного и опрокинул в рот. Чёрт, а ведь неплохо. Я съел ещё ложку, следом ещё и понял, что адски голоден. Быстро прикончив рис, я занялся хлебом, с аккуратно намазанным на нём маслом и тонким кусочком сыра. Залив всё это чаем, я откинулся в каталки. Почему химера? Неожиданно для себя спросил я. Мы ещё не так тесно знакомы, чтобы я рассказывала это. Как скажешь. Я выкатил из столовой и поехал по коридору, оглядываясь по сторонам. Некоторые двери палат были закрыты. Из-за них доносились голоса и музыка. Двери в другие палаты распахнутые, внутри была пусто и тихо. На стенах редко мелькали какие-то надписи. Не облокачивайся на стены. Гласила одна из надписей. И почему я не должен на них облокачиваться? Дурдом. Та, ведь в натуре дурдом. Прошептал я и поехал дальше, смотря на стены. Коляска врезалась в кого-то. Я поднял голову, чтобы извиниться. Прос... Вот и поговорили. Я вылетел с коляски на пол и выплюнул осколок зуба. Твою мать! Только и прошепел я. Громила, возвышаясь надо мной, злобно на меня посматривал. Я, в свою очередь, ожидал, что меня начнут забивать ногами. Но здоровяк лишь и сплюнул рядом со мной и удалился. Ублюдок! Прошепел я ей перед дверью и, перевернув коляску на колесике, взобрался на неё. Аааа, уже познакомился с... Булыжником. Это вы так здороваетесь? Почти. Давай объясню. Ящер взял каталку за ручки и медленно покатил в сторону комнаты. Всё куда проще, чем кажется. Сказал он, переставши петь. Первое правило. Толкнул кого-то, наехал на кого-то, столкнулся с кем-то. Готовься получить по морде. Люди тут дёрганные, но далеко не злые. Просто будь аккуратнее. И всё обойдётся. Если ты стоишь на ногах, тебя будут бить до тех пор, пока ты не упадёшь на пол. Так что, если слаб телом, то лучше после первого удара падай на брюшко. Второе. Тут есть те, кто вообще ничего не соображает. Них называют уставшими. Мы все верим, что они устали от этой жизни, и их души покинули тела. Оставив в них крупицу сознания, чтобы тело могло продолжать существование. Обидишь такого, тебя замуруют в паркет. Ну и третье правило. Сигареты, таблетки, если есть наличность, конфеты, личные услуги. Это основное средство... Это основные средства размена. Хочешь что-то? Заплати. Не воруй. Если нужно вечно время, попроси владельца, либо предложи что-то взамен. В общем, види себя хорошо, не кидайся и не толкайся, смотри под ноги и не пей лекарства, и тогда ты будешь жить и не тужить. Очень интересно. Ответил я безразлично, когда ящер доставил меня в палату. Если насчет химеры были вопросы, то в случае ящера я уверен. Он получил кличку за свое шипение. Держи, набор новичка. Ящер протянул мне пачку сигарет. И что взамен? Ничего, это на первое время, дальше сам. Ясно, что ж, спасибо. Будут вопросы, обращайся. Несомненно. Он подбег... Блять, он подбегнул мне и выбежал из палаты. И что это? Что за бред? Я потер опухшую сколу. Психушка, где психи гуляют по коридорам, лупят друг друга, обмениваются сигаретами, колесами и делают вид, что живут обычной жизнью. Черт! Какого хера, а? Смеясь, крикнул я в потолок. Ёп твою мать, а! Лиа. Забери меня отсюда. Я вынул сигареты и понял, что у меня нечем прикуривать. Вот же! В комнату, на мое счастье, вошла химера. У тебя есть спички или зажигалка? Лови. Она вынула откуда-то спички и швырнула в меня. Не кури здесь, выезжай в коридор. Поворачивай налево и до конца коридора двигай, там общая душевая. На окне стоит пепельница. Там и кури. Ясно, спасибо. Выкатив из палаты, я двинулся по указанному маршруту. И вскоре уперся в дверь с потертой надписью «Душевая». Открыв дверь, я въехал внутрь. Никого не было. Отлично! Точно «Душевая»? Тут еще даже мыться можно. Я подкатил к окну, возле которого стояла ванная, наполненная грязной водой. На подоконнике стоялось серое блюдце. Когда-то бывшее белым, но почерневшее из-за пепла. Видимо, оно очень дорого тут стоит. Долго тут стоит, блядь. Что, дорого? Нихуя не понял. Тамбак, нет? А, долго тут стоит. Отметил я про себя. Вытащив сигареты, я закурил. Осматривая помещение, я обнаружил, что надписи есть и здесь. На стенах, на окнах и даже на ваннах. По крайней мере, одна такая привлекла мое внимание. Тень видит их и разговаривает с ними. Тень слугой стен. Я сильно затянулся и припо... и... И припомнил надпись на стене в коридоре. Снова что-то касательно стен. Что с ними не так? И кто такой тень? Еле шу смехнулся. Я, видимо, трогаю зимом, раз меня интересуют надписи в туалете в психушке. Чёрт. Докурив, я потушил бычок и тарелку и выехал из ванной комнаты. Вернувшись в палату, я перебрался на кровать и уставился в потолок. Чуть позже приходили врачи. Опрашивали меня, разговаривали. Несмотря на то, что у меня не было ни малейшего желания обсуждать произошедшее. Я вёл себя бодро и позитивно. Лишь на крайне неприятные вопросы, реагируя отрицательно. Врачи отметили моё настроение и пообещали, что я не задержусь тут дольше, чем на месяц. Этого и раньше выпустят. Это не могло не радовать. Сейчас я хотел напиться до потери сознания. Пореветь, чтобы никто не слышал и просто побыть один. По дороге на обед мне снова прилетело в челюсть. Засмотревшись на одного из обитателей этого райского уголка, я врезался в другого. Тот, недолго думая, отвесил мне оплеуху, выбросил меня из коляски. Услужливый ящер помог мне взобраться в мою карету и покатил меня сам. Прикончив обед, я получил лекарство. Выпив его, спустя время я почувствовал, что меня тянет спать. Перед ужином меня растолкал ящер и покатил в столовую. Я снова получил лекарство, но пить его не стал. И без него хотелось спать. Вернувшись в палату, я собрался было съездить и покурить. Но в комнату вошел врач. Он сказал, что как только они поставят меня на ноги, я буду выписан. Он протянул мне тетрадь и ручку, сказав, чтобы я разрабатывал свою сломанную руку. Хотя я и так вполне нормально ее ощущал и владел ею. Но спорить не стал и взял тетрадь. Пожелав мне скорейшего выздоровления, он покинул комнату. Выждав немного, я выехал в душевую, где подъехал к замыленному. Окно вытащил сигареты, закурил. И раскрыв тетрадь, взял в руки ручку. Я рисовал ее. Ну, что потерял. Так хотел вернуть. Я бы отдал сейчас все. Жизнь, разум, душу. Главное вернуть ее. Я понимал, что смерть это финал. Что мертвецы не возвращаются к жизни. Ни бог, ни дьявол не придут ко мне и не предложат сделку. Но сердце отказывается принимать конец. Я не могу с этим смириться. Не хочу. Просто отпустить ее. Просто забыть. Жить дальше. Влюбиться в другую. Завести семью. Не хочу. Мне нужна лишь она. Только и всего. На тетрадь упала слеза, размазывая чернила. Потекла по листу вниз и, упав на пол, разлетелась на миллион осколков. Прости меня. Шептал я нарисованному лицу. Мне очень жаль. Я скучаю. Я. Из-за слез заболела голова. Дышать стало тяжело. Прости. Я хотел тебя спасти. Я. Я так люблю тебя. Милая. Солнышко мое. Я уперся лицом в рисунок и заплакал. Заплакал так, как не плакал никогда. Когда истерика сошла на нет, я снова закурил. Открыл тетрадь и переписал в нее две надписи, что читал на стене и на ванной. Не облокачивайся на стены. Пень видит их и разговаривает с ними. Пень слуга стен. Эти странные надписи слегка отвлекали от черных мыслей. Я мог бы вонзить ручку себе в горло и закончить все это. Но. Я не могу. Я боюсь. Урия начал ездить вдоль стен. Ища какие-нибудь записи. Их было в достатке, но относящихся к стенам или неизвестному с кличкой Тень, я пока не видел. ИМЕРО прячет секрет под подолом футболки. Смотри ниже пояса. ИМЕРО прячет секрет под подолом футболки. Я к сожалению понял. Красовалась надпись над одним из омывальников. Под ней виднелась другая. Я оторву кому-то его секрет, что висит ниже пояса Нетрудно догадаться, что это ответ Химеры неизвестному автору первой записи Она что, Гермафредит? Уже сам подумал я Вот же чёрт Бля Я отъехал в сторону, ища ещё надписи Скрывай своё имя от стен Прочитал я написанную красными чернилами надпись, что притаилась около оконной рамы Я открыл тетрадь и переписал текст в неё Отъехав к ванной, в которой была чёрная вода, я наклонялся и прочёл предыдущую найденную мной надпись, где говорилось о тени и стенах Она тоже написана красным Отметил я и принялся искать красные надписи на стенах Вскурив ещё пару сигарет, так и не найдя других надписей, я направился в палату Перебравшись на свою кровать, я сел и, открыв тетрадь, начал рисовать К счастью, в палате никого не было Счастье длилось недолго В скором времени влетел ящер и с разбегу залетел на свою кровать Чего, вялый такой, случилось чего? Или за побои переживаешь? Нет, всё окей Слушай, давай поиграем, у меня карты есть и настольные игры Сколько тебе лет? Просил я, не отрываясь от рисунка Через восемнадцать дней будет шестнадцать Совсем ребёнок ещё Как ты сюда попал? У меня мама умерла от болезни Отец какое-то время горевал, а потом женился на какой-то профурсетке Отец никогда не любил меня Моя сестра была ему ближе И когда он женился, забрал мою сестру, мачеху и свалил куда-то из страны А меня спихнул сюда Вот и сижу тут, четвёртый год уже Прости Не хотел давить на больное Да, мне всё равно Так что, сыграем? Прости, малец, но я слегка занят Ааа, ну ладно Может поболтаем? Почему нет? Скажи мне кое-чего Я нашёл три странных надписи В них писалось о том, что нельзя прислоняться к стенам и называть их им свои имена А также совет, что тени верить нельзя Почему я должен бояться стен и кто такой этот тень? А чё ты решил сразу, что такое, а не такая? Надписи красным? Ага Их писал тот, кто был владельцем твоей кровати, на которой ты сидишь А имя или, как у вас тут принято, кличка у него была? А вот какая кличка была и была ли она вообще, мы узнаем уже в следующий раз А сегодня на этом всё Так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok